Издательство «Эксмо». Ольга Пашнина. «Сырная магия» или «Не хочу без любви». Пролог. По мере того, как я приближалась к улице, на которой стояла королева сыра, внутри росла тревога. Меня почти трясло, но причины такой паники я не видела. Решила было, что это лишь запоздалая реакция на всё, произошедшее минувшей ночью. Но потом, преодолев последний поворот, я увидела то, от чего воздуха в лёгких резко стало не хватать. Я на миг застыла, поражённая и зачарованная, языками пламени, взметнувшимися в небо, а потом сорвалась с места. Остановись я на секунду, подумай хоть немного, не решилась бы. Но почему-то все мысли из головы исчезли, и я просто кинулась к пылающему дому. За несколько шагов, когда кожу опалило жаром, чьи-то руки перехватили меня и с лёгкостью оттащили на безопасное расстояние. Я рванулась яростно и обречённо, и рвалась до последнего, пока не кончились силы. Слёз на удивление тоже не было. «Ники!» Сквозь панику и ужас пробился голос Рикарда. «Успокойся! Прекрати!» Среагировала, толком не соображая, что делаю. Брыкалась, царапалась и, кажется, даже пыталась кусаться. Рикард молча пресекал все мои попытки вырваться, и в конце концов я окончательно выбилась из сил. Сквозь дым я видела, как медленно во всполохах пламени исчезает то, ради чего я жила последние месяцы. Дело, которое показало мне мою истинную сущность. Дело, в которое я вложила душу. Лавка избавила меня от жизни в клетке. Я была счастлива, лишь стоя за прилавком, в окружении сыров, которые готовила с любовью. Казалось, вместе с лавкой горело моё сердце. У меня вырвался какой-то жалобный и тихий стон. Ещё пару минут назад внутри жила надежда, что я смогу справиться, выстоять, победить тех, кто желает мне зла. Но сейчас я как никогда ясно понимала, что меня, самостоятельности и любимого дела просто-напросто больше не существует. Ну и куда ты собралась? В пожар! А, сырочек, жить надоело! Там мои друзья! Простонала я, закашлившись. Из дома валил дым, и всё вокруг пропахло гарью. Он призрак! Отрезал Рикард и привязан не к дому, а к костям. Ты знаешь? От удивления я даже немного успокоилась, хоть и трясло меня нещадно. А ты думаешь, откуда я твоё прозвище услышал? Ласково улыбнулся Рикард. Камилла! Выскочила. Ей повезло, что призраки не спят. Он её разбудил и вытащил как раз вовремя. Давай, поднимайся и пойдём. Нечего здесь дышать гадостью. Это Нейстикс, — пробормотала я. Он разозлился, что ты купил дом и... Угрожал мне. Требовал покинуть город. Нейстикс тебе угрожал? Каким-то до жути ледяным голосом переспросил Рикард. Он осмотрел меня, оценил расцарапанные и перепачканные колени и поднял на руки. Я разберусь. Сквозь зубы мрачно пообещал он. Я совсем разберусь, сырочек. Ещё минуту назад Рикард с трудом удерживал меня, а сейчас вдруг навалилась страшная усталость. Я прислонилась к груди мужчины и закрыла глаза. Только чувствовала, как сердце бьётся где-то у горла, а руки мелко-мелко дрожат. Не знаю, куда меня несли. Было всё равно.